Что такое оптические иллюзии? Возможно ли беспроводная передача электричества? Каковы способы осеннего черенкования РОС? На эти вопросы не каждый взрослый ответит, но для участников конкурса творческих проектов «Я исследователь» это проще простого. С будущими академиками и светилами научного мира пообщались наши корреспонденты. В муниципальном этапе конкурса творческих проектов «Я исследователь» приняли участие учащиеся из 16 славянских школ. На суд жюри они представили 26 научных работ. Лучшие были допущены к публичной защите. Темы работ самые разнообразные, начиная с эпохи динозавров и заканчивая разработками будущего, такими как беспроводное электричество. Учащаяся второго класса 29-й школы Полина Мороз решила сделать исследование на тему здоровья. Я работала над исследовательской работой «Почему выпадают молочные зубы?» и выяснила, молочные зубы выпадают потому, что приходит время физиологической смены зубов. И корни молочных зубов самостоятельно рассасываются, поэтому они начинают шататься и выпадать. Школьники, а им не больше 10 лет, должны были рассказать о своем научном исследовании, выдвинуть гипотезы, сделать выводы. Жюри оценивало актуальность темы, обоснование, объем и глубину знаний, а также убедительность выступления. Жизнь современного человека наполнена большим количеством разных приборов и аппаратов, из которых просто невозможно обойтись. Одни нужны для работы и учебы, другие для отдыха и развлечений. Но что же оживляет все эти устройства? Что это за волшебная сила? Она называется электричество. По итогам конкурса было выбрано 8 работ, которые ребята представят уже на региональном этапе всероссийского конкурса «Я исследователь». Пройдет он с 6 по 8 апреля в Сочи. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».